Девушки отдыхают И кто же сидел за рулем? Кто проехал на красный? Свою вину признавала полностью Подхожу к ней Она отказывается Сейчас списывает на девушку Два Ниссана не поделили перекресток И как житель Автограда нанес урон Больше миллиона рублей производителю алкоголя И что теперь за это ему грозит Это и не только прямо сейчас Не поделили перекресток сегодня днем Водители Лады Ларгус и Киарио Все произошло на пересечении улиц Ярулина и Муланура Вахитова Каждый говорит, что он прав А водитель Лады усомнился, что человек Называвший себя водителем иномарки Сидел за ее рулем Динара Камалова подробнее Я пассажир, это водитель Водитель ушел Оставил ее одну, когда вернется Не сказал, объясняет девушка Сидевшая в момент аварии в Киарио Только вот второй участник аварии Водитель Лады Ларгус убежден Девушка лукавит Говорит, именно ее он видел за рулем В момент столкновения А уже позже на место приехал некий мужчина Который и вызвался взять на себя роль водителя Он подошел мне Как звать тебя туда-сюда Он говорит Давай, скажи, говоришь Я сидел за рулем Никого не было, она одна была за рулем И машин никого не было Она же вышла, плакать начала Вот новую машину, мне все испортили Женщины всегда говорят Я ехал правильно, все На момент столкновения водитель Лады Двигался по улицу Муланура-Вахитова В сторону улицы Декабристов Иномарка в противоположном направлении Удар произошел тогда Когда Кия пошла на разворот налево В сторону улицы Ярулина Как говорит девушка Их машине должны были уступить дорогу Мол, горел разрешающий Но и здесь дама лукавит Убежден мужчина Я маневр должен был сделать Она не пропустила меня Пошла на поворот она Тут желтый загорелся На желтый она пошла Противовес этим словам Слова девушки из Иномарки Она говорит, что есть свидетель Но и он также куда-то уехал Он оставил свой номер телефона Он сказал то, что водитель Ларбиса Он со второго ряда То ли поворачивался, хотелось Он говорил, что перед ним уже машина остановилась Он так продолжал ехать Он даже не остановился А мы ехали на зеленый Удар оказался довольно серьезным После столкновения Иномарку выбросил с дороги Прямо на снежные сугробы В Ладе сработали подушки безопасности Теперь устанавливать Кто прав в этой ситуации Предстоит автоинспекторам Динара Камалова, Константин Бушуев Вызов 112 Два автомобиля одной и той же марки Столкнулись на пересечении Улиц Шамиля Усманова и Восход Оба водителя убеждены Проезжали на зеленый сигнал светофора И признавать вину не решились На месте происшествия была Анна Городнова Не знаю, может быть даже по телефону разговаривала Именно это считает Искандер Маликов Водитель Ниссана Икстрейл И стала причиной аварии Рассказывает Он забрал из школы внучку и ее подругу Повез их домой Ехал по улице Восход Говорит, горел зеленый Поэтому не тормозя Выехал на перекресток с улицы Шамиля Усманова Там в этот момент ехала автоледи На Ниссан Кашкай Хотела повернуть налево Столкновение произошло в центре перекрестка По версии мужчины Девушка проехала на красный После удара Автомобиль Ниссан Икстрейл Отбросила в сугроб Находящиеся в этот момент В салоне дети Сильно перепугались Их забрали прибывшие на место Происшествия родители Свою вину признавала полностью И ну я думаю Раз признает Значит Получится нормально Подхожу к ней Она отказывается полностью На отказ пошла Мужчина рассказывает Что заметил Как автоледи После звонка Своим знакомым Убрала видеорегистратор Находящийся в ее машине Считает Что просто хотела Скрыть доказательства вины Она ехала Актуру Погнал На веренную светофор Мужчина проехал На красный Сейчас списывает Сейчас списывает На девушку Муж автоледи Убежден Что виноват Именно водитель Ниссан Икстрейл Говорят Что именно он Проехал на запрещающий Сигнал светофора И стал причиной аварии Разбираться в том Кто прав Кто виноват Будут сотрудники ГИБДД Анна Городнова Нафиса Минязова Азат Самигулин Вызов 112 49-летний мужчина Попал под колеса Рено Сандера На улице Бирюзовая В поселке Юдино Он с женщиной Шел по проезжей части В полной темноте Тротуаров там нет Как и освещение Рамиш Айдулин Спросил водителя Почему он не смог Избежать наезда И узнал состояние пострадавшего Он в свете фар Появился буквально За секунду Перед столкновением Здесь на улице Бирюзовая Нет ни освещения Ни тротуаров Поэтому два человека Мужчина и женщина Шли по дороге Больше просто негде 66-летний водитель Рено Сандера Этого не ожидал Говорит скорость Была небольшой Но человек Слишком внезапно Появился перед автомобилем И наезда Избежать он не смог То есть он по вашей полосе Проходил его Заметили в последний момент Да, да, да Может быть он качнулся Пострадавший мужчина Рассказывает водитель Рено Был в сознании И сам встал Но чувствовал себя неважно Врачи скорой помощи Доставили его в больницу Там у мужчины Диагностировали Ушиб головного мозга Легкой степени И ушиб почек Степень вины Водители Рено Автоинспекторы Будут устанавливать С учетом тяжести травм Которые получил пострадавший Рамиль Шайдулин Айрат Назипов Навеса Минязова Азат Самигулин Вызов 112 54-летний мужчина Задержан по подозрению В умышленном уничтожении Чужого имущества В полицию обратилась женщина И сообщила Что около 7 часов вечера Начала гореть ее машина Которая была припаркована Во дворе дома По улице Бегичева Эксперты установили Что причиной стал поджог Установить подозреваемого Помогли камеры наблюдения На съемках видно Вот мужчина подходит Чем-то обливает машину И чиркает спичкой Огонь разгорелся моментально В результате проведенных Оперативно-розыскных мероприятий Подозреваемый в поджоге машины Был установлен и задержан 54-летний мужчина Свою вину полностью признал И рассказал Что мотивом совершения преступления Стал конфликт с супругом потерпевшей В настоящее время Подозреваемый находится Под подпиской о невыезде Сел за руль В состоянии наркотического опьянения Предположили автоинспекторы Когда увидели водителя Остановленный ими Тойоты Камри Его объяснение Полицейские сняли на видео Автомобиль привлек их внимание На дороге в аэропорт Машина периодически Без причины выезжала На встречную полосу Возительских прав У молодого человека Сидевшего за рулем не было Зато были наркотики Динара Камалова Посмотрела съемки полицейских Табличка под знак Остановка запрещена Теперь твой ход Молодой человек читал рэп И даже попытался Вызвать автоинспекторов на батл Да и вообще оставался В хорошем расположении духа Несмотря на то Что уже оказался В салоне машины Инспекторов ГИБДД Мужчину остановили в четвертом часу Утран дороги Ведущий в аэропорт 27-летний молодой человек За рулем Тойоты Камри Стал без причины Выезжать на встречную полосу Чем и вызвал Подозрения у автоинспекторов У мужчины были все признаки Наркотического опьянения При досмотре его машины Полицейские нашли Свертки с порошком Белого и темного цвета Как показала экспертиза Изъятым веществом Является метамфетамин И гашиш Общей массой Более 2,5 граммов Как выяснилось Водитель Житель Ульяновской области В декабре 2017 Он был лишен Водительских прав За езду В нетрезвом виде Скорее всего В этот раз Ему грозит уголовная ответственность В отношении него Возбуждено уголовное дело За езду Будучи лишенным прав Из-за незаконной Оборот наркотиков Динара Камалова Вызов 112 300 литров Алкогольной продукции В бутылках С этикетками Известного производителя Обнаружили сотрудники Отдела экономической безопасности В одном из гаражных боксов Набережных Челнов Там же хозяин гаража Оборудовал и мини-цех По разливу спиртных напитков Альбина Минибаева Узнала Какой ущерб он нанес И что теперь грозит мужчине За такое вот Гаражное производство Это цепляет А это Сепаратор Два станка для укупорки И уже готовая Алкогольная продукция Производство спиртного Житель Автограда Устроил в гаражном боксе Сотрудники отдела Экономической безопасности Обнаружили у него Порядка 300 литров Горячительного Разлитого в бутылке С этикетками Известного производителя Вышли на него После того Как он сбыл 10 пластиковых баллонов Со спиртосодержащей жидкостью По 5 литров каждый Кроме того Полицейские установили Что в период С 2016 По декабрь 2017 Подозреваемый Неоднократно И незаконно Использовал чужой Товарный знак Готовую продукцию Тару Оборудование для разлива И этикетки Полицейские Изъяли и подсчитали Ущерб производителю Составил больше Миллиона Трехсот тысяч рублей В отношении мужчины Возбуждено уголовное дело За незаконное Использование Товарного знака Альбина Минебаева Динарка Малого Вызов 112 Это все О чем мы успели Вам рассказать Обо всех происшествиях Вы можете сообщать Нам по телефону 570-50-50 Или на мобильный 8-98-69-112-112 Это можно сделать И в нашей группе Вконтакте Туда же можно присылать И снятое вами видео В студии был Сергей Хайдаров До встречи И не бросайте вызов Судьбе Вдруг она его примет Субтитры создавал DimaTorzok